Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 16 мая, война продолжается уже 82 дня. Украина выиграла Евровидение, а путинская армия обстреливает Азов сталь зажигательными снарядами. Собянин возрождает легендарный автомобиль, а в Новосибирске прошел конкурс по украшению могил. Поговорим об этом в нашем выпуске новостей. Вы не забудьте поставить лайк, а начнем, как обычно, с военных действий. Основные усилия российской армии сосредоточены на прорыве через реку Северский Донец с севера. Для этого они пытаются расширить фронт и создать новые переправы. В районе Лимана идут напряженные бои за поселки Дробышево и Новоселовка. По некоторым данным, они могут быть уже захвачены путинской армией. Нью-Йорк Таймс уточнил потери российских военных в бою за Белогоровку. Американцы пишут, что были убиты 485 солдат при уничтожении более 80 единиц техники. Ранее мы говорили о полутора тысячах погибших, но такие данные сообщала украинская сторона. Восточнее продолжаются атаки в сторону севера Донецка. Судя по всему, весь город рубежно уже под контролем российской армии, потому что украинские войска на выходных выложили вот такие видео, на котором они подрывают мост через реку Боровая для того, чтобы мостом не могли воспользоваться российские части для проезда техники. Северодонецк под плотным обстрелом уничтожаются в том числе жилые дома. От Попасной путинская армия пытается наступать на север. Захвачено Александрополье, но Камышевака все еще удерживаются украинскими силами. Идут бои, в том числе, за Авдеевку. Тут войска сепаратистской ДНР все так же обстреливают позиции украинских войск. Северной Авдеевки захвачено Верхнеторецкой. Идут бои за Новоселовку и Новобахмутовку. Севернее Харькова украинские войска вышли на границу с Россией. Вот даже видосик сняли. Пане президенты, Верховный Головный командович Северной Ассоциации Украины, доповедаем, сегодня, 15 вентя, 227 батальон, 127-я фрегатой предприятия обороны Украины, вышел на рубеж и кордон на раздельную смугу с Российской Федерацией с Украиной оккупантов. Мы пришли, пане президенты. Хорошее видео, воодушевляющее. Все эксперты сходятся во мнении, что российские войска отсюда выталкивают, они уходят из этого района. Тем временем, британская разведка пишет о развертывании белорусской армии вдоль сейро-западной границы Украины. По их мнению, Лукашенко хочет избежать прямого вторжения, но использует войска, чтобы сковать украинские силы. Ведь украинцы должны держать в уме возможное наступление Лукашенко на Киев. Продолжается бои за Азовсталь. На этих выходных российские войска обстреляли Азовсталь зажигательными снарядами. Судя по всему, речь о снарядах с термитной боевой частью. Вот такими небольшими блоками с термитом, которые горят с высокой температурой и поджигают все вокруг себя. Использование таких снарядов в городских условиях запрещено. Но когда это останавливало Путина? Сегодня представители сепаратистской ДНР сообщили о сдаче в плен 10 защитников Азовстали. Но украинцы отрицают эту информацию. По данным от местных, в Мариуполь специально завезли украинских военнопленных, чтобы выдать их за солдат, которые сдаются. Вполне допускаю, что так оно и было. Российская армия последовала примеру украинцев и тоже оснастила легкие беспилотники гранатами от ручных гранатометов для атак с воздуха. На этих фото мы видим ставший уже знаменитый беспилотник Орлан-10, на который подвешивают контейнеры с четырьмя гранатами ВОК-25М. Для них даже сделали специальные контейнеры. Не ясно, насколько эффективно такое решение, ведь украинцы сбрасывают гранатометы или мины с квадрокоптеров, которые могут зависать на одном месте. Вот, например, как на этом видео с атакой танка, миной или головной частью от РПГ-7. А Орлан-10 летает как самолет. Он не может зависать, а значит гранаты из него полетят по дуге. Нужно еще попробовать верно рассчитать траекторию удара. Видео с результатами использования таких Орланов мы пока не видели. Тем временем Финляндия и Швеция все ближе к вступлению в НАТО. Обе эти страны официально приняли решение подать заявку на членство в Альянсе. Это случилось уже после того, как президент Финляндии лично позвонил по телефону Путину, чтобы поделиться этим радостным событием. Путин радости не разделил. Сказал, что Финляндия зря отказывается от нейтралитета, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует. Но это теперь от него звучит как шутка. Тем временем оружие НАТО уже воюет с Россией. Украинцы показали вот такое видео с работой американской гаубицы М-777. Не исключено, что победа подошла в Альянсе. Белогоровка и Харьковом были одержаны в том числе благодаря этим современным пушкам. А на этих выходных Украина одержала еще одну победу. Речь про победу на Евровидении. Группа «Калуш Оркестра» с песней «Стефания» заняла первое место на конкурсе, причем 28 из 40 стран в зрительском голосовании отдали Украине наивысший балл. Сама песня хорошая. Нельзя сказать, что, как многие любят говорить, что это чистая политика и конкурс не имеет никакого отношения к музыке. Но такое единодушие в голосовании, конечно, указывает и на то, что людям по всей Европе очень хочется хотя бы таким жестом поддерживать Украину. Музыканты из «Калуш Оркестра» закончили свое выступление призывом «Помогите Украине, спасите Мариуполь, спасите Азов Сталь прямо сейчас». А вот с другой стороны, как не противно, но сейчас придется процитировать Владимира Соловьева. Он у себя в Телеграме написал «Россия просьбу украинской группы удовлетворила как могла». И прикрепил вот такие фото. Это авиабомбы с издевательскими надписями. То есть, вы видите, тварям вроде Соловьева хочется убивать и хочется смертей. Они прямо смаковать это готовы. Чтобы их остановить, нужны в том числе санкции. Но шестой пакет санкций Евросоюза до сих пор не принят. Все еще нет решения по поводу нефтяного эмбарго. Вот министр иностранных дел Литвы сегодня заявил, что введение эмбарго блокируется только одним из 27 членов блока. И мы понимаем, что речь, конечно, про Венгрию. Но если отказ от российской нефти в принципе обсуждается, то от газа Европа не может отказаться. Bloomberg сообщает, что руководство ЕС согласовало план покупки российского газа по схеме, фактически навязанной Путиным. Мы про нее уже рассказывали. Это когда страны платят за газ в евро и через Газпромбанк конвертируют оплату в рубли. Еврокомиссия сперва называла такую схему нарушением санкций, но теперь, похоже, на нее согласилась. Путин может шантажировать мир не только газом. Глава МИД Германии заявила, что Россия сознательно провоцирует мировой продовольственный кризис, блокируя вывоз зерна из украинских портов. При этом кое-какое зерно Россия вывозит сама. Украина еще в мае обвиняла Россию, что она похитила несколько сотен тысяч тонн зерна с оккупированных территорий. И вот на прошлой неделе журналисты CNN рассказали, что российское судно с награбленным украинским зерном прибыло в сирийский порт. Вот это судно на фото отмечено стрелочкой. Ну, очевидно, провоцирует голод. К российским новостям. Сергей Собянин анонсировал возвращение легенды. Мэр Москвы заявил, что на заводе Рено теперь снова будут выпускать москвичи. Он также добавил, что в перспективе они станут электромобилями. Но мы-то помним, что эта новость появилась еще в апреле, на самом деле. Немного контекста. В Москве есть завод Рено, рядом станция с метро «Текстильщики». После начала войны Рено отказался сотрудничать с «АвтоВАЗом» и активы компании перешли в госсобственность. И теперь на этом заводе хотят выпускать москвичи, причем с помощью ресурсов КАМАЗа. Осталось только запустить программу реновации, сдай старое Рено, получи новенький москвич от Собянина. В электромобиле я, кстати, верю. Просто нужно будет провод такой же, как у советских пылесосов, к розетке подключать, ну и тогда будет ехать. ОВД «Инфо» сообщает, что в России уже завели почти две тысячи уголовных дел, административных дел о дискредитации российской армии. Интересно, есть ли дела на Герасимова, Шойгу, Кадырова, Путину? Ведь они своими военными авантюрами не просто дискредитируют, а полностью уничтожают остатки хоть какого-то уважения к армии России в стране и мире. Но чего это мы все о грустном? Давайте о веселом. Вот в Новосибирске прошел конкурс по украшению могил. Цветочный, весенний конкурс такой. Участников набралось целых три команды. Это по самым скромным подсчетам. Безусловно, важный конкурс, ведь недостатка в могилах в ближайшее время точно не ожидается. И еще новость, которая показывает реальное отношение граждан России к войне. За последние двое суток попытались поджечь еще три военкомата в Ростовской, Рязанской области и в Волгограде. Всего на сегодня известно про 11 случаев поджога. Может быть их было больше, просто мы не знаем про все. О чем это говорит? О том, что люди понимают, насколько преступна эта война. Не хотят на нее идти, хотят, чтобы она скорее прекратилась. И вот таких, может быть, зажигательных действий будет все больше и больше. А чтобы правда доходила до всех, помогайте распространять это видео. Подпишитесь на канал, лайк поставьте, комментарий оставьте, свое мнение или новость. Так мы можем убедить еще больше людей в том, что надо войну останавливать. Обязательно смотрите наш стрим в 19 часов, а мы увидимся с вами уже завтра в 12. До встречи!